Вот у девочек есть затык такой. Особенно, знаете, девочек, которые живут на мегаполисах и начинают зарабатывать сами. Вот он начинает развиваться после 25. То есть мне нужно через алкоголь расслабиться. Мне самому эта идея не нравится. Типа мне, я такая дофига сильная, мне нужен такой еще сильнее. Я говорю, вот зачем вы ищете? Потому что кто ищет, тот всегда найдет. Если ты ищешь, что тебе парень изменяет, подруга, выслушав версию жены, она говорит, да, вот он у тебя такой сволочь. Творчество или бизнес? Сейчас, подожди, я должен сделать каминал. Да-да-да, давай. Вот в конфликте всегда две, а может быть и три, и четыре стороны. И вот почему мы вовлекаемся и как мы вовлекаемся в конфликт? Мы глядя только на одну сторону. То есть выбирая сторону казахов, у которых накипело, и они там вот это все, и у которых там жертва есть. Без критического мышления смотрим на всю ситуацию. Да. Кто-то выбирает сторону армян, которые вроде как тоже, ну вот... В чем не виноваты вроде, да, остальные. Да, вроде как, ну, один какой-то дурачок, да, вот там пырнул ножом и там вот убил, да. А все остальные армяне вот в итоге под замес попали. И получается очень важно в конфликте рассматривать вот все стороны, которые участвуют. Да, там же много внутренних каких-то моментов. Да, даже знаешь как, вот в семейных конфликтах как происходит. То есть подруга, выслушав версию жены, она говорит, да, вот он у тебя такой сволочь и так далее и тому подобное. Но она при этом не выслушала версию мужа. Может быть там жена как-то вот себя вот там, у нее стратегия была какая-то некачественная, да. И получается так, что вот мы часто вовлекаемся как спасатели, да, вот в этот треугольник Карпана, тиран, жертва, тиран, спасатель, да. И потом еще из-за этого огребаем самое страшное. Знаешь, на эту ситуацию как парень, да, я смотрю вот ситуацию с подругами, да. То есть, например, у меня была бывшая, да, есть же типа пацаны запрещают своим девчонкам общаться с подругами, короче. То есть мы же не хотим, то есть... Почему это происходит на самом деле? Если чувак понимает, что подруги рядом тупые, да, вот. То есть, не ладно, не тупые. Да, да, деструктивно, вот, да, вот так вот. Деструктивно влияет на нее. Корректно, деликатно. Да, то есть есть какие-то мои выгоды, правильно? То есть я хочу, чтобы, может быть, она стала моей женой и так далее. Чтобы она саморазвивалась и так далее. Ну, опять же, то есть дела о ценностях, она много. Но я если понимаю, что девчата, короче, деструктивные, я бы не хотел ее помещать в то окружение. Но, опять же, это ее выборы и так далее. И поэтому они остаются бывшими. Еще добавлю, если умные подруги там, то я, наоборот, рад, чтобы она общалась с этими подружками. Те, кто развивает, те, кто способствует. Да, 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 вот я прям за это. Потому что, ну, там... А красивые? Красивые? Типа, что, красивые подруги? Да. Мне кажется, это уже она должна меня... Она уже должна выбирать. Вот, потому что, если мужчина вообще ограничивает общение, да, ну, то есть, вот, если брать вот эту ситуацию, если он говорит, нет, ты вообще с ни с кем не общаешься, ты с этими подругами не общаешься, с теми не общаешься, то это запрос, ну, в смысле, это заявочка на то, что он какой-то, там, ну, в лучшем случае неврастенник, да. Кого? Неврастенник? В лучшем случае маньяк, да. Ну, то есть, вот, когда мужчина, вот он, нет, не про тебя. Я имею в виду, ты же говоришь, ну, типа, если они классные, да, ради бога, да. Но здесь вот очень важно разграничивать вот этот процесс. То есть, если девочка начинает встречаться с парнем, и он ей отсекает постепенно весь круг общения, то это запрос, ну, заявочка на то, что вот он, ну, скажем так, ну, в лучшем случае, как я говорю, невротик, да, ну, со своими комплексами. Нет, да, мне кажется, нельзя полностью отрывать какой-нибудь какой-то процент. Ну, в лучшем случае, вот у него, там, маниакальные, там, наклонности. Да, я тебя понимаю. А вот, опять же, здесь вот очень важный момент, что действительно очень важно выбирать себе качественное окружение. Потому, и я вот своим девчонкам всегда говорю, если вы хотите замуж, если вы стремитесь развивать отношения, нужно исключать из своего окружения одиноких подруг. Потому, что они, нет, на самом деле, это то же самое с людьми, которые стремятся к богатству. То есть, если ты стремишься к какому-то уровню жизни и общаешься с людьми, которые, там, на три копейки живут, то вряд ли у тебя что-то получится. Потому, что те же самые зеркальные нейроны, да, которые неосознанно считывают стратегии поведения других людей, они работают на тебя, хочешь ты этого или нет. И вот, если у человека, который с тобой общается, если у людей вокруг тебя стратегия жить на три копейки, вряд ли вообще, ну, там, у тебя какие-то стратегии будут другие. То же самое с незамужними подругами. А особенно, знаете, у нас же вот вообще вот в женском мире, да, мы же любим прийти и вот пожаловаться, да, ну, потому, что я вот вышибаю из девчонок только так, да. Прийти, пожаловаться, какой он вот там, вот, как, почему не получилось, почему мужики такие сякие, да. Получается, эти стратегии ещё укореняются, укореняются и укореняются. И то есть, вот здесь вот, конечно, очень важно отслеживать своё окружение. Я понимаю мужчин, которые говорят, ты с этими девчонками не общайся, потому что реально мужчины иногда видят, что у девчонок, даже неосознанно, вот эти деструктивные стратегии есть, которых лучше избегать. Это да, я прям иногда поддерживаю даже. Да, я не говорю всех, да, если там 10 девчонок, то есть двоих можно оставить. Опять же, 80-20, да? Ещё, кстати, можно ещё такую ремарочку для девочек специально, кто вот посмотрит это видео. Или парни, покажите своим девушкам. Вот у девочек есть затык такой. Особенно, знаете, девочек, которые живут на мегаполисах и начинают зарабатывать сами. Вот он начинает развиваться после 25. Сильно независимые женщины, те крутые, да. Да, она такая решала дофига самостоятельно. И вот это ещё, вот эта муля, знаете, когда женщина начинает, типа, я такая дофига сильная, мне нужен такой ещё сильнее, чтобы вот он там, ну, скажем так, показал мне, что он вот там может, доказал. И она с ним начинает соревноваться. И когда она начинает это делать, мужчина от неё валит. Валит он, попросту под... Оп, что за конкуренция, да, я не ожидал, да. Да, смотрите, вот опять же. Потому что у неё яйца выросли за это. В затравку твоего видео насчёт эндокринологии, да. Вот у мужчин самый главный движущий гормон тестостерон. И если женщина начинает с ним соревноваться, она понижает его тестостерон. Вот если мужчина с мужчиной соревнуется, то наоборот, тенденция к росту идёт. И был даже такой эксперимент, что крыса-самца, да, помещали вот с низким тестостероном, помещали в среду самцов с высоким тестостероном. И на их фоне у него тестостерон, у него вот этого низко-тестостеронного стомца тестостерон растёт. Мне кажется, же, мол, просто выключил видео такое. Просто, просто, что не едет, что за... О, о чём происходит. Да, да, да. Ну, сори, что ты делаешь. Вот. Потому что тестостерон растёт у мужчин в конкуренции. В борьбе в конкуренции, да. Именно мужчин. Но если появляется женщина, которая вот начинает с ним соревноваться и показывать ему, что она круче, что у неё больше, что у неё лучше получается, он у них смотрит и говорит, ну, можешь сама. И что это означает, что типа надо всегда брать девушку... Нет, нет, нет. Можно? Можно я сейчас скажу. И в этот момент очень важно женщине корректировать своё поведение и отслеживать. И женский язык, может быть, и я хочу, да. А мужчина, то есть давать возможность мужчине взять на себя вот эту ответственность. А мужчине нужно отслеживать, то есть нужно очень, ну, там, очень чётко женщине показывать, что именно он решает. Потому что, что происходит? Женская мудрость, да, вот это называется. Да, вот это женская мудрость, женская гибкость, мягенько, аккуратненько. То есть именно женщина, она на самом деле накидывает вот эти цели мужчине. Она там намёчствует, там, где-то своей вот там, из своей наивности, где-то по детству. У тебя на самом деле женская мудрость, это и есть манипуляция, да? Конечно. Более меня вот это, знаешь, немножко напрягает самого типа. Да, ужас, мы все манипулируем. Нет, знаешь, это вот, мне кажется, когда ты, эмоциональный интеллект у тебя довольно такой высокий, ты можешь прочитать девушку, которая пытается тобой манипулировать, если она не на том уровне, мне кажется, да? Смотри, и ты позволяешь ей... Просто я такой, когда чувствую, я такой сразу, ты хочешь меня наебать? И ты позволяешь ей манипулировать или не позволяешь ей манипулировать, да? Это то же самое дети. Вот у нас здесь нету детей, да, никого? Вот, ну, зрители, которые вот там посмотрят, у которых есть дети. Вот маленький ребёнок, он же тоже манипулирует. Он где-то хитрит, где-то там что-то вот там как-то подходит тебе, да? И ты с высоты своего положения, да, ты или позволяешь ему, говоришь, ну ладно, на тебе, или не позволяешь. То же самое здесь. И зависит ещё от того, какая это манипуляция, она к чему приводит? К деструктиву или, наоборот, к конструктиву? Да? Когда женщина там, она хочет развития, когда женщина, она вот эти амбиции в мужчине развивает, да? Когда вот он мамонта приносит, и она там его хвалит. Это же тоже манипуляция. Ни хрена сё, а ты мамонта больше, чем в тот раз. Да, он ещё готов ещё больше, больше, больше достигать. А если она говорит, хм, а ты такого мамонта? А я вот ещё круче мамонта принесла. И у мужчины всё желание делать для этой женщины в следующий раз что-то, она вообще... Она должна была сказать, а там берег, знаешь, там в соседнем логове, да? Он ещё больше мамонта принес. Ты же можешь, ты же сильнее. Да-да-да, ты же круче, ты же... Но при этом очень важно показать, вот что, типа, ты круче берега. Потому что если ты скажешь, хм, ну если женщина скажет, хм, ты такого, а берег, вот он лучше принёс, то тогда тоже вероятность того, что у мужчины отпадёт желание, очень высокая. То есть нужно всегда показывать, берег принёс круче, но ты, я знаю, ты можешь лучше. Я в тебя верю, дорогой. Я в тебя верю, да. Ты вообще, да-да-да-да-да, и мужчина... Так создался порох. И он такой, всё-всё-всё-всё. Да, пошёл дальше. Так после этого создался порох. Продай ручку, там, иди, там, кому-то этот, когда тренинги и так далее, курсы... Это выход за рамки. Да-да-да. Они запрещены в Европе и в развитых странах, запрещены. Почему? Потому что вот в таких тренингах в лучшем случае положительный выхлоп получает, ну, процентов 30. То есть вот он пошёл, он попробовал продать вот эту ручку, тетрадку, бумажку, там, ещё что-то, там, познакомиться с кем-то. И у него получилось. В лучшем случае. 70 процентов. Они, наоборот, уходят вниз. То есть он пошёл, попробовал, у него не получилось. И он вместо того, чтобы выйти, апгрейднуться и выйти на новый уровень, ну, он начал обвешивать себя вот этими тарканами, ещё хуже, что, типа, вот я лузер. Да, то есть это действует как дистресс, да, а не эфстресс. Да, да. Это, знаешь, это как вот твоё сознательное желание. Вот ты хочешь чего-то добиться. Условно, пускай это будет, там, сознательно ты понимаешь, все тебе вроде социально значимо стать каким-то знаменитым человеком, допустим, да. Но у тебя столько тараканов внутри, там, то, что ты боишься публики, ты боишься каких вещей. Ну, тебе, допустим, для того, чтобы стать знаменитым, сказали, нужно пробежать голышом, да, нагрешом. Там, ну, из зоны комфорта выходишь и ловишь коммуникацию с публикой. Но, допустим, внутренне ты понимаешь, если, там, прикинь, чувак, там, намаз читает, все дела, и он попадает в такой тренде, надо ногишом пробежаться. Да, 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 то есть операционка не даёт это. Да, совершенно верно. И получается, в этот момент у тебя появляется, во-первых, там, тебе плохо становится, да, многие отказываются, он понимает, он ещё акцентирует после этого внимание, свои боли и так далее. Вообще, бывает наше сознательное желание, и бывает, там, подсознательное желание, которое, наоборот, не хочет этого, да, вот, оно... Какая разница между людьми? Экология. Вот, допустим, да, там, ровно то же самое. Я вот работал над какими-то своими внутренними желаниями, подсознательными, так скажем, то, что, там, естественно, ты хочешь получить какой-то результат, ну, в денежном эквиваленте, но есть ограничивающие факторы. Там, возможно, там, у меня есть образ, тот же самый, отношение к деньгам неправильное, либо отношение к людям, через которых я могу получить те или иные гонорары, либо деньги, оно может быть неправильное, вот. Вот, и на самом деле, подсознательно, оно мне пытается всегда отгородить от этого. А сознательно, это же нормально, ты же хочешь деньги заработать. Да, да, да. Вот, и в этот момент, как бы, тебе нужно работать над этим, но в то же время у тебя есть вот эти внутренние конфликты, и у тебя появляется лень, апатия, депрессуха и так далее, они в разрез идут с тобой. Это может быть, эти ограничивающие убеждения могут быть из-за страхов детских, ну, ты, возможно, не знаешь, но тебя там реально ты увидел, как, там, в детстве, я не знаю, там, кого-то грабанули или все что-то. Ну, всякое может быть. Ну, даже не просто, ну, даже, вот, не страхи, иногда бывают сказки. У нас в сказках, как интерпретируют, то есть богатые, это вот такие сякие плохие сволочи, безнравственные, меркантильные, да, а бедные, он такой бессеребренник, но вот зато он высоконравственный, да. Да, да, да. Очень часто же такое, и получается так, что человек, у него это закладывается, и у него очень высокие моральные принципы, да, что вот он хочет быть хорошим, он хочет, ну, скажем так, вот, вот это сохранить свой морально-нравственный облик, да, но у него, он стремится к богатству, но у него вот этот вот страх, что если он станет богатым, или что богатые люди... Он станет плохим человеком. Да, он станет плохим. Очень часто у людей вот это ограничивающее убеждение выстреливает, и оно потом на них работает. Не дает стать богатым. Да, и человек, он не понимает, что происходит, почему, и когда вот человек спотыкается, спотыкается, он думает, я какой-то не такой, я там криворукий косоногий, что я не могу чего-то сделать. А на самом деле у него просто тупо, ну, убеждение, которое его тормозит. И вот здесь, опять же, вот возвращаясь к вот этой теме вот этих тренингов с выходами за рамки, я считаю, что вместо того, чтобы, знаешь, вот с надрывом выходить за рамки, там, такой, ох, ты вот собрался и пошел, полезно потихонечку расширять, наоборот, рамки свои. Да, потихонечку. Да, что происходит, вот, к примеру, да, вот здесь вот определенно мы сидим, и вот эти лампы освещают определенное пространство, да, и нам комфортно, потому что мы видим, мы знаем, как куда-то пройти, там, и так далее, там, и так далее. То же самое с нашей жизнью, вот у нас есть определенный освещенный участок жизни, да, вот определенная карта, и наша задача, это максимально стараться осветить те стороны жизни, куда мы хотим пойти, ну, то есть, какие последствия будут, какие риски есть, возможно, невозможно, а страх, который у нас есть, он вообще реален или нереален? Потому что, понимаете, вот, большинство наших страхов, они же ложные, по сути, да, и когда мы начинаем копаться, начинаем осознавать, что да, это ложный страх, нам же намного легче туда пойти. И вот этот вот момент очень важный, когда ты, вместо того, чтобы вот это с надрывом, ты вот тебя колошмадит всего, и ты пошел туда, вот там ухнулся, и что-то той получил или не получил, да, ты начинаешь анализировать, и за счет этого освещать вот это неизведанное пространство, и уже туда шагаешь намного легче. И вероятность того, что ты там будешь успешен, она намного выше за счет этого. И вот, или там там спасибо, когда говорят спасибо, спасибо, ну, то есть два разных спасибо, одно и то же слово, я имею в виду, что одно и то же слово может быть сказано совершенно с разной интонацией. И вот мы, получается, вербально через слова получаем 7% информации, невербально получаем 93% информации. И когда ты вербально говоришь, я успешный, вот делай вот так вот, да, но внешне, внутренне этого не транслируешь через 93%. А когда нету конгруентности, да? Да, ты не конгруентен. А конгруентен. А когда ты конгруентность. Конгруентность. А когда ты говоришь, и ты это транслируешь, ты это прожил, ты знаешь точно, что это так. Да, да, да. Когда ты конгруентен, вот люди, которые занимаются бизнесом, а у них такое интуитивное, очень развито чутье. И получается так, что когда ты это говоришь, соответствуешь, они считывают и говорят, так, надо попробовать. И они это все опытным путем. Даже Алишер, вот ты же мне рассказывал, что, ну вот этот момент, что типа ввязаться, а потом вот протестить самому, попробовать вот эти вот там даже какие-то проекты, мысли какие-то есть, когда вот что-то такое. То есть они больше такие, больше проактивность, ну больше активность у них, да? Больше, скажем так, такое, ну они осознанно начинают тестить, пробовать. Искать проблемы, можно сказать. Да, гипотезы, в общем, один за другим начинаешь тестировать. Да, они начинают тестить, да. А работает, не работает. А сработает. И у них нет такого, ой, блин, не сработало, блин, бедный я, несчастный, ой, зачем же я туда вляпался. Не сработало, не сработало, переключился на другое. То есть вот эта гибкость, она в людях бизнеса очень хорошо развита, она очень хорошо сидит. Потом люди бизнеса всегда ставят цели, они всегда понимают ради чего. Многие люди, они не ставят цели вообще. Вот часто ко мне приходят люди, они точно знают, чего они не хотят, но совсем не знают, чего они хотят. Смотри, здесь сейчас, то есть благодаря Ютубу, опять же, очень много видосов насчет цели и так далее. То есть мы, если вот углубленнее задаться вопросу, то есть возникает такой вопрос, даже во мне, да, то есть это долгие годы, типа творчество или бизнес? Почему это должно разделяться? Или это должно быть вместе, или отдельно, то есть окей. Это может быть и вместе, и отдельно, как угодно. Это вопрос, насколько это тебя вдохновляет, насколько тебе нравится. Вот, да, меня вдохновляет, то есть мне кажется, если я займусь только режиссурой, мне кажется, я буду скучать вот этого, знаешь, брейнстону, посиделки, подвижнику и так далее. А чем, на самом деле, ты же знаешь, это, бро, это, в принципе, тот же самый путь. Ну, их нельзя как-то разделять, да. Разделять, да. Конечно. В этом, знаешь, на самом деле, то, насколько ты понял свою профессию, насколько ты умел в ней воплотиться, вот, за это, естественно, ты получаешь деньги, да, вот, насколько ты умеешь хорошо делать свое дело, насколько мастерски, и люди начинают на это реагировать, да, там, позитивными откликами. Они хотят, чтобы ты еще такие видео выпускал, чтобы ты снимал больше, да, создавал больше продуктов, то, естественно, таким путем ты даже больше можешь заработать, нежели, там, каким-то отдельным, да, чисто бизнесовым методом. Неважно, чем ты занимаешься, если ты мастер в своем деле, то люди, когда рано или поздно это увидят, и будут хотеть получить именно твое внимание, да, и твой продукт. То есть, вот этот вопрос меня душуете, можно сказать, да, года два тому назад, то есть, как это, я понял, что это должно идти в гармонии вместе. Потом еще такой момент, знаешь, вот, я вот много раз в этом убеждалась, я вижу это, что в приоритете нужно ставить не деньги, нужно ставить то, что тебя вдохновляет. А деньги – это как сопутствующий элемент, они придут. Вот знаешь, как мир, ну, там, мир континный, ну, в смысле, мир, в смысле, там, мироздание, да, если брать, там, высшие силы, им нужны заточенные, инициативные, энергичные люди, которые готовы взять на себя ответственность и нарулить что-то, да. И, соответственно, когда у тебя есть цель, и ты горишь, тебе, ну, там, пространство подкинет возможности, и деньги в том числе подкинет. Но если ты ставишь во главу угла деньги, то вообще не факт. То есть, ну, там, ты можешь заработать, можешь не заработать, и если ты, ну, там, нет в этом эмоций, нет души, да, то вероятность того, что это будет тебя радовать, ну, ты сидишь на мешке с деньгами, ну, такой несчастный, потому что ты не натворил ничего, ну, скажем так, от души того, чего бы хотел. Ага. Да, и поэтому вот как раз-таки у богатых людей, у них вот, ну, там, цель такая, она вдохновляющая, интересная именно их, и вот они этой целью горят, а не тем, что там, вот, типа, сейчас я там... Они, конечно, хотят денег, они хотят бы хорошо жить, да, но они понимают, что это вот сопутствующее, и у них даже есть убеждение, у меня всегда есть деньги. Вот они не думают, вот знаешь, как вот, за ответ многих людей, что они ставят цели и сразу же начинают думать, как я этого достигну, и из-за того, что они начинают, ну, там, думать осознанно, да, они заваливают вот вообще на корню вот эту цель, потому что сразу же отсекают, потому что нет, ну, типа, нет вариантов, казалось бы, как это реализовать, да, а люди вот такие вот, скажем так, ну, назовём их богатые люди, да, люди успешные в каких-то направлениях, они ставят цель и уже, знаете, как, понимая, что возможность всегда найдётся. Да, да, да. И вот это вот восприятие. И нужные люди появятся и так далее. Да, 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 возможность вот это вот восприятие, ставить цель, а потом под неё уже подгонять все вот ресурсы, которые необходимы, это очень важный момент, и вот это вот один из главных костов, на котором держится вот, ну, скажем так, бизнес современный. Вот, и поэтому, если вы хотите быть богатыми, ставьте большие цели, тем более, британ, творчество, ну, в твоём случае, тех, кто на самом деле находятся в творчестве, они в первую очередь говорят не продукт, не то, как ты говоришь, ну, не то, сколько ты наберёшь, там, да, продажников в команду, не то, как ты маркетинг правильно выстроишь, а сам продукт, который ты создаёшь, это твоя есть фишка, да, самая главная. Ну, да. Если ты, наоборот, начинаешь акцентировать внимание, там, на правильную бизнес-модель, как выстроить правильно продажи, маркетинг, что, о чём это говорит, значит, продукт, ну, продукт говно, да. Знаете, к чему у меня не образовалась аллергия? К алкоголю. То есть я не пьяница, да, то есть я не алкаш, то есть я вообще считаю себя таким чуваком очень умеренным. То есть я всегда, да, то есть мне кажется, я знаю везде меру, да, кроме там сладкого, как этот красный бархат и так далее. Чё, не ешь, что ли? Я к чему хочу это подвести? Вот на психологическом уровне, да, у меня есть вот такой, скорее всего, комплекс. Например, в клубе, да, я прихожу в клуб, и чтобы нормально кайфануть, да, чтобы отдохнуть, там, пообщаться, да, там, с девушками познакомиться и так далее, мне нужно выпить какое-то количество алкоголя. То есть я посмотрел статьи, там, посмотрел видосы, оказывается, там есть какое-то определенное количество, которое влияет вот так, вот так, вот так. Ну, услабляет немножко нервную систему. Да, то есть мне нужно через алкоголь расслабиться. Мне самому эта идея не нравится, но я знаю, что это работает. Я хочу, вот, ты же специалист как раз. Тебе кажется то, что это работает? Ну, когда ты выживаешь. Нет, это на практике, на практике, то есть я знаю. У него есть опыт, да, для него, конкретно для нас это работает, потому что там, допустим, для меня или для кого-то еще, там это может вообще не работать. Да, то есть это я, опять же, я из жизненного бэкграунда. И вот очень много чуваков, наверное, согласятся, что это где-то работает. Вот я теперь хочу понять, как мне без этого научиться внедрять себя в нужное состояние. Да, потому что это не только в клубе нужно, это мне и в бизнесе нужно, и в режиссуре, и вообще везде нужно. Я знаю, что если я научусь этому, я такой просто крейс поставлю, там, типа... Не нужен необходимый допинг. Да, 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 и я буду тащить еще лучше. Да. Вот, как это делается, есть какие-то... Есть определенные лайфхаки, вообще это называется якорение, да? Якорь, а, типа якорь. Да, ты ставишь якорь определенный, который запускает необходимое состояние, да? Да, да. Вот, ну, кто хочет, может, погуглить про якорение, это такая достаточно распространенная тема. И что, вот, ну, там, самый простой, вот, самый простой-простой-простой момент, да? К примеру, тебе нужно, там, пройти переговоры или, там, познакомиться с девушкой, да? Для того, чтобы, вот, преодолеть страх, тиснение, там, и так далее, там, подобное, то же самое на переговорах, ты вспоминаешь тот момент, когда ты был суперуспешен. Вот, ты провел успешные переговоры, где-то победил, неважно, в драке, там, в споре, в каком-то баттле, там, еще что-то такое. Или где-то, там, проект взял, там, твой проект что-то сделал. И вот, то есть, у тебя был такой подъем, когда, где ты прям, вот, реализовался, у тебя тестостерон шкалил. Ты вспоминаешь этот момент, и, вот, буквально проживаешь его. То есть, заходишь в того лжаса, который стоит, там, вот, на сцене, которому вручают вот этот приз, да, да, к примеру, ну, или которому жмут руку, говорят, ты лжас, красавчик, там, к примеру, да, или ты, Алишер, вот, вообще супер, да. И ты в этот момент проживаешь. Что происходит в этот момент? Наш мозг, он не отличает вымысел это или реальность. То есть, когда ты окунаешься в это воспоминание, твой мозг начинает запускать необходимые гормоны. И адреналин и тестостерон, ну, там, если вот очень коротко, ну, там, вот, гормональный коктейль это рассматривать, да, адреналин и тестостерон, и ты заходишь вот в это необходимое состояние, и, соответственно, из этого состояния уже начинаешь общаться с необходимым тебе человеком. А, то есть, я вспоминаю, что я такой, типа, а, в тот раз я был капец мачо. Вот, да, ты вспоминаешь, ты не просто вспоминаешь такое, да, 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 ты когда уже вспоминаешь, уже у тебя начинают расправляться плечи, да, ты прям проживаешь это, то есть, вот, ты на 2-3 секунды прям окунаешься в того лжаса, который вот тогда вот стоял мачо, и вот такой, и ты даёшь вот этой гормональной реакции запуститься. А что такое адреналин, если смотреть там, там, на гормональный, он на невербальном уровне, невербальный, да, который там, без слов, он транслирует, я крутой, то есть, вот, он силу показывает. Тестостерон и адреналин – это те гормоны, которые вот неосознанно показывают людям, что я крутой, я сильный. И получается, ты, когда вот с вот таким посылом подходишь, человек это считывает, и он, соответственно, начинает на тебя реагировать уже таким более позитивным образом, да, воспринимать тебя. И тебе, соответственно, не нужны какие-то допинги для того, чтобы подойти к человеку, преодолеть вот этот страх, там, ещё что-то. Кстати, у допингов и всего остального у меня один приятель рассказывал, такой прикол, говорит, тоже прохожу мимо, какая-то, в общем, там, тема, там, касательно сетевого маркетинга или чего-то. И они начинают рассказывать, типа, дайте нам 5000 долларов, и мы вам покажем, как можно обрести гармонию и счастье. Он говорит, да ну нафиг, ребята, на 5000 долларов я лучше килограмм кокаина куплю, говорит, да. И буду, и буду счастлив, да, да, очень долгое время, да. Ну, опять же, вот эти вот допинги, вот эти вот, алкоголь, там, наркотики. Ну, наркотики, если говорить про наркотики, то, ну, и алкоголизм, да, на мании, это вообще отдельная большая тема, но это тоже неумение людей реализовывать какие-то свои эмоции, свои состояния, переживания, там, и так далее. Да, да, да. Да, 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 и вот эти вот состояния, ну, они как бы, это такое иллюзия того, ну, что ты вот как-то вот реализуешься, как-то проживаешь, там, и так далее. Поэтому наркотики зло, это, ну, должны все понимать. Ну, да, да, да. Но наркотиками и всеми остальными вещами балуются в основном те люди, которые еще не научились обретать какие-то такие реальные, типа... Проживать, они не научились переживать и реализовывать свои какие-то... Да, да, и поэтому быстрые заменители счастья, когда нет другого бэкграунда, да, там, с чем сравнивать, а это как будто срабатывает. Я это примерно понимаю, я хотел просто понять, как правильно себя вводить, то есть есть там какие-то техники, да? Ну, вот, вот, посмотри, вот давайте вот сейчас, вот вспомни сейчас состояние, вот когда ты вот победил. Победил. Вот оба вспомните состояние, когда вот такие вот, где угодно, в споре, в, там, схватке, в... Да, я вспомнил, например. Вот прям вспомни, вот ты прям вспомни и прям окунись туда, вот проживи, вот ты сейчас там, где ты победитель, стоишь такой вот, мачо. Жмогу ты тоже подумал, да, ты помнил. Да, 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 пусть жмогу, кстати... В PlayStation вспомнил, победил. Да, 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 кстати, в PlayStation неважно где. Суллифатико. Да, 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 я же победил. Понял, и потом... Вот прям окунись, окунись, подожди, ты давай, мне надо, чтобы ты сам это пожил. Вот прям окунись, вспомни, вот ты там. А, что это? А, то есть объяснить? Это, знаешь, наверное, первая победа в КВИНе. Вот, 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 отлично, супер. Вот прям проживи, вот представь, что ты на сцене стоишь, вот вспомни вот это состояние, ты стоишь на сцене, тебе вручают приз, и ты такой, ты понимаешь, я вот, вот всё, мы это делаем. Да, 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 вот я сейчас прям, может быть, где-то чувствую вот здесь, вот это вот немножко такое, знаешь? Вот, 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 сердце забилось. Я не знаю, как это называется, но немножко вот так тоже. Вот, 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 сердце забилось, волнение, вот этот адреналин пошёл вот в действие вот это. Вот, 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 это и есть, это, это и есть, вот это вот, вы вот своим смехом всё наносим. Извини, а потом. Вот это состояние, оно и запускает, ну, то есть вот если ты почувствовал в теле, оно и начинает запускаться, и твоя задача вот, вот, минутку уделить вот тому, чтобы окунуться в это состояние. И потом тебе не нужен уже, соответственно, допинг, ты сам вот на таком, на... Всё, всё, понял. Мне кажется, Аза, Лабыкин, который сидел здесь, мне кажется, он мастер этого. Может быть. На всех расстояниях. Творческие люди, они вот там, он, по-моему, творческий даже? Да, он супертворческий, да. Вот, они вот в эти вещи все окунаются, но там тоже надо уметь всё делать, проживать качественно, и выходить качественно тоже надо, потому что часто людей заваливаются, там, какие-то состояния там. Вот это вот, оказывается, важно, чтобы, типа, как прокачать, да, то есть мы, по-моему, не прошлись всё-таки, как прокачать эмоциональный интеллект, скорее всего, надо, ой, то есть я так начал читать, оказывается, вот проживать, короче, там было написано, попробуйте в роли себя актёра, там, чего-то, кого-то. Смотри, вот там такой момент. Чтобы прожить чью-то жизнь и понять, типа, как думает человек, то есть критическое мнение. Ну, там знаешь как, вот всего этих эмоций семь, эмоция печали, эмоция гнева, эмоция отвращения, презрения. Презрение – это не то, что, вот там, типа, я тебя презираю, гордыня, а презрение – это вообще, на самом деле, сравнение. Эмоция радости, эмоция интереса. Я восемь этапов любви вспомнил, ага, потом. Ну, что мы ещё не сказали? Всё сказали? Наверное. Отвращение, гнев, печаль, страх, презрение, радость и интерес. Вот, то есть и наша задача – это понимать, когда я радуюсь, когда я печаюсь, когда я злюсь. И вот эту вот пушку эмоциональную, потому что это, на самом деле, пушечный заряд, который в тебе сейчас сидит, его можно направить на конструктив, можно на деструктив. Ты направляешь её на конструктив, когда, к примеру, если ты злишься, ты занимаешься спортом, ну, там, сексом, достижением каких-то, достигаторством, каким-то, там, выходишь за рамки, там, и так далее, если для мужчин. Если эмоция печали, то это, как раз-таки, творчество. Вот, все великие творческие произведения были созданы на эмоции печали. Ну да, 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 страдать, там, типа, бывшая меня кинула и написала песню, и настрельнул. Да, 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 да. То есть вот это творчество, оно реализуется через эмоцию печали, вернее, эмоции печали реализуются через творчество. И если ты чувствуешь, что ты завалился в печаль, там, которая переросла в депрессию, полезно реализовываться через творчество, либо делать рутинную работу, если у тебя с творчеством вообще-то... Как насчёт таких песен весёлых? Там, do you remember that? Мария Магдалина. О-о-о. Ну, это... Ну, это, конечно, там, микс, но вот основная затравка, она может быть даже и на печали где-то там, вот, основа есть. Ну, там, окей, но большинство песен, которые такие великие для каких-то великих произведений, они созданы именно в эмоции печали. Картины, большинство картин написанных, они в эмоции печали. Ну, да-да-да, я понял. Либо, если ты такой совсем не творческий человек, это рутинная работа. Рутина. Она, как раз-таки, тоже помогает реализовать эмоцию печали. А-а-а. Вот. Ты можешь, вот опять же, деструктив, ты можешь порыдать, там, пожаловаться на жизнь, поныть, да, а конструктив, это ты можешь творчество, печать, какие-нибудь вышивания, там, вот эти, склейка, там, вот эти вот... Да-да-да-да, зарисовки, там, ну, всё, что угодно. Вот. Также все остальные любые эмоции. К примеру, эмоции отвращения, да, если в деструктиве, это, ну, вот, то есть брезгливость, да, там, герпес выходит, там, ну, и так далее, там, по-другому. Если в конструктиве, то эмоция отвращения, она классно помогает выстроить границы. Когда ты понимаешь, мне здесь дискомфортно, когда человек... Да, окружение правильно можно выстроить, да. И ты такой стоп выстраиваешь, да. Вот. И, то есть, вот, опять же, любую эмоцию можно направить либо в конструктив, либо в деструктив. И когда ты осознаёшь эту эмоцию, что такое, ну, то есть, вот, осознаёшь эмоцию, понимаешь, что, вот, ты здесь где-то завалился, там, в какое-то состояние, и начинаешь направлять вот этот свой энергетический заряд, который идёт с каждой эмоцией в нужное русло, тогда ты качественно проживаешь эту эмоцию себе на пользу, и ты, соответственно, получаешь совершенно другой качественный отклик от пространства, от внешнего мира. Уйду. Потому что, если ты там начинаешь ныть и рыдать, люди от тебя валят, ну, там, скажем так, если ты в этом состоянии постоянно находишься, или если ты гневный, агрессивный, ты наорёшь на кого-то постоянно, то есть, люди тоже не хотят с тобой общаться, да, то если ты там, наоборот, в спорте реализуешься, люди, наоборот, ну, думаю... Короче, если ты, это, нравишься себе, люди не оттянутся к тебе, примерно так, да? Совершенно верно. У меня, знаешь, вот, под конец такую, такая тема, до этого мы уже обсуждали с гостями, тогда речь шла о личных границах, вот, вот это вот... Личные границы чего? Личные границы человека, своих. Там мы обсуждали, типа, пароль для слабаков, типа, есть женатые люди, да, и так далее, они не должны иметь, там, этот, друг от друга секретов, пароль, да, чтобы, там, друг другу не лезли в телефон, не шарились, да, не читали, и так далее. Вот эта тема, этот, очень интересная. Ну, кроме этого, много где нужно учитывать, там, нужно, да, там, личные границы, где, там, они пересекаются, ну, короче, вообще, я хочу понять, это как работает. Что работает? Ну, он имеет в виду, да, я поняла. Он имеет в виду, нужно ли, нужно ли, ну, стирать эти границы, там, в браке, ну, там, или в каких-то близких отношениях, да, или всё-таки границы нужны? Да, да. Ну, мне кажется, просто, ну, лично моё мнение, да, там, не психолога, ну, делай комфортно, если ты любишь, разграничивай, да, там, тебе что-то некомфортно, ну, скажи своей жене, либо скажи своему мужу, то, что вот так вот делать некомфортно, да, там, я воспринимаю так. Она скажет, знаешь, если ты не некомфортно, значит, есть что скрывать. Примерно. Надо на берегу договаривать. Да, братан, это, если ты заранее обозначил, да, ну, в чём проблема? Ну, главное, за собой следи, если у тебя реально то, что ты делаешь, и то, что говоришь, главное, чтобы совпадало с тем, что ты делаешь. Ага. Вот, если у тебя внутри всё нормально, не ёкать, то в чём проблема? Нет, я к тому, что есть такие вещи, которые сугубо личные. Вот у меня есть WhatsApp-группа, да, где мы с пацанами общаемся. Да. И там такие жести происходят, реально, у всех, мне кажется, есть, у девчат то же самое, да. И реально, я бы даже случайно, да, имея доступ, чтобы моя девушка и так далее, я бы не хотел, чтобы она там что-то читала, чьи-то там сообщения, да, которые их жизни касаются и так далее. Вот теперь. У меня есть на эту тему интересная история. Ага. У меня есть друзья, близкие. Привет вам, если вы это посмотрите. Не буду называть их имена. Ага. Но они вот в ту ещё бытность, они встречались. То есть они только вот, ну, относительно недавно начали встречаться. И получилось так, что моя подруга, они коллегами были. И ей перешёл компьютер моего, ну, друга, соответственно, её парня. И там остался его Skype. Ага. И, а в Skype, там, если ты не выходишь из Skype, там вот эта вся переписка, которую ты ведёшь, она на втором вот этом аккаунте, ну, в смысле, на втором компьютере она прослежила. Чего не живёшь. Да. И, соответственно, она прочитала переписку его с его другом. И там, ну, такого рода переписка была, что, типа, ну, что у вас было чего-то, не было чего-то, там, и так далее, и тому подобное. А они вот только-только начали встречаться, ну, там, месяц-два. И она такая возмущённая, ну, типа, как он мог, почему вот они там на эту тему говорят, там, ну, типа, почему вот он там... Причём это же, ну, мужчины же... То есть они пока незнакомы, да? Они, нет, они знакомы. Компьютер перешёл к незнакомому человеку? Нет, нет, нет. Компьютер перешёл к девушке, а до этого он был у парня. Она читает переписку своего парня с его другом. А, своего парня, всё. Да, своего парня с его другом. И, получается, она читает, что они разговаривают про неё и про вот этого её парня. Да. И, соответственно, а парни же не говорят там, типа, ну, что вы провели там романтическую ночь или не провели? Они же, ну, там, скажем так, своими именами, да. И, соответственно, и она возмущена. Она ко мне приходит, такая, да, Кен, как они могли, там, и так далее, и там подобное. На что я отвечаю? Первый вопрос. Я говорю, а какого фига ты вообще это читаешь? Ну, то есть это не двое твоих ушей. А потом, ну, то есть они же парни, ну, то есть как ты хочешь, чтобы они об этом разговаривали? Типа, дорогой Алишер. Да, да, да. Извольте ли... Да, 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 да. А вот, ну, то есть вот эти моменты, они же все по-другому. То есть это не двое твоих глаз, во-первых, да? Вот, и вот это первое было, что я ей ответила, да? И что с позиции парня, опять же, то есть тут надо воспринимать ситуацию не с позиции девушки, типа, ах, как они смогли, а с позиции парня. Ну, как парень разговаривает с парнем, да? Ну, естественный процесс, что, ну, они где-то там что-то обсуждают. Ну, так же, как и девушки обсуждают какие-то моменты. И я тебя совершенно понимаю, когда, ну, абсолютно понимаю, когда ты говоришь, ну, что есть какая-то переписка, которая не для женских глаз, да? Да, да, да. Но здесь, опять же, тут нужно конкретно, ну, то есть договариваться и обговаривать. И здесь вот я с Алишером согласна, что у каждого свое восприятие. Для кого-то это комфортно, для кого-то это некомфортно. И здесь вот очень важно договариваться на берегу. Говорить, ты знаешь, вот я не могу тебе дать пароль, потому-то, потому-то, потому-то. И это все, ну, то есть вот если ты с этим согласна, окей. Я не могу дать тебе пароль, потому что я буду тебе изменять, там, короче, буду там встречаться с этими, там, но-но-но. Не-не-не, ну, в смысле, ты же... И она такая, ладно, окей, ладно, что это. Ты же сейчас говоришь про то, что, ну, там, там какая-то личная, личная... Просто девчонки же думают только об этом. Устраивайся в комитет, да, такая, и поли, без спроса. Но, опять же, там, понимаешь, там такой вопрос. Там такой вопрос. Опять же, конгруентность и неконгруентность. Если ты искренен, если ты действительно, ну, там, ты своей девушке показываешь, что она для тебя важна и нужна, ну, то вряд ли у нее, вот, она захочет куда-то лезть, если честно. Вот. А если девушка куда-то лезет, то это значит, что она в себе не уверена, и ты ей не даешь этой уверенности. То есть ты транслируешь ей, что, вот, ну, есть какой-то подвох. И при этом со стороны девушек я все время говорю, вот зачем вы ищете? Потому что кто ищет, тот всегда найдет. Если ты ищешь, вот, что тебе парень изменяет, даже если он самый, вот, верный парень в мире, да, но у тебя есть муля, вот, что-то найти, ты спровоцируешь делать все, чтобы найти. Вот, вот, вот. Поэтому вот здесь, опять же, девочкам я, вот, вообще запрещаю, вот, там, копаться в телефонах. Типа в отместку парень, наоборот, может, да, изменить, типа, блин, я же, типа, хороший, да. Да, спровоцировать, а потом, опять же, вот, понимаете, еще тоже, лучше быть, чем слыть. То есть тоже такое хорошее вооружение. Что такое слыть? Слыть, это, ну, то есть, чем, а тебе говорят, что ты такой, там, к примеру. А, ага. Вот, и получается, ну, лучше тогда уж реально изменю, чем, вот, там, допустим, во мне говорят, что я такой сволочь, да, там, допустим, лучше уже, пусть я, вот, по факту это было, задело, как говорится. Вот, и здесь, получается, что девочкам нефиг лезть в телефоны, надо прокачивать свою уверенность в себе. А мужчинам, опять же. А пацанам вообще, то есть, даже об этом не думать, реализовывать и делать свою женщину счастливой. Да, да, да. У меня вот очень часто приходят на тренинг люди, которые говорят, а как, там, мне поменять мужа, как поменять сестру, как променять ребенка, ну, в смысле перевоспитать, там, изменить. И говорю, меняйте себя. Люди вокруг, они поменяются сами, и станет ваша жизнь намного лучше, когда вы на себя же возьмете ответственность за свою собственную жизнь. Потому что, если ты не берешь ответственность за свою собственную жизнь, за тебя ее кто-то берет другой, и, соответственно, ты достигаешь цели. Какого-то другого чувака. И живешь не своей жизнью, а чужой жизнью. Поэтому надо жить своей жизнью. Не лезть туда не надо, да. Вот. А что я хотел бы, ну, типа, мораль, да. Мне кажется, этот подкаст надо посмотреть еще раз, чтобы мне самому, чтобы понять некоторые моменты. Она на самом деле. А второе, эмоциональный интеллект, да, осознанность. То есть, я сегодня поговорив, я понял, что эмоциональный интеллект – это, ну, одна сфера, да. То есть, есть еще тема осознанности, подсознание, работа, да, и так далее. То есть, если мы все вот это будем прокачивать, да, прокачать, ну, сейчас это все можно найти по людей, интернету и так далее, то мы найдем ответы, почему мы как раз стрессуем, почему мы такие злые, почему у нас всегда вот эти ссоры семейные и так далее. Вот. И мне показалось, было очень-очень суперполезно. Алиш, я тебя обязательно еще раз позву на другой этап, где мы обсудим больше по бизнесу. Да, 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 да. Нет, но… Да нормально, нормально, братан. Мне саму очень интересно было. Я здесь как больше, как я себя зрителем чувствовал, да, диалогом, но было прикольно, интересно. Нет, почему? Много полезного было сказано. Ладно, всем спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю, в смысле, ну, как-то до меня эта информация дошла, я был самым успешным на то время в Сапаеве, короче, по продажникам этого, как его, Арифлейма. Потому что я такой маленький, приходил к своим родственникам, и они, не из-за того, что это надо, не надо, они такие, вот, а тебе надо. И за счёт этого я с родственников содрал, короче, а хотя, по идее, эта херня им вообще не нужна. Да, 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 да. Вот, я хотел рассказать, я был успешным. Знаешь как, в данном случае я тебя поздравляю, потому что, вот опять же мы с Алишаром...